Еще месяц назад нечто подобное предсказать было фактически невозможно. И речь сейчас, конечно, об эпичных чистках в российском генштабе. Путин не уволил Шойгу после провала в Харьковской области. Не уволил после слива Светогорска и Лимана. Не уволил после забега из Херсона. Шойгу, министр обороны, приказал генералу армию Суровикину приступить к отводу войск из той части Херсонской области, которая находится на правом берегу. Мы оставляем, судя по всему, Херсон. Наша оборона будет строиться на левом берегу. А здесь в кои-то веки у оккупантов появились победы, но погоны полетели именно сейчас. Не только Шойгу, но и почти все окружение вместо войны теперь будут заняты иными делами. А некоторые даже из мест не столь отдаленных. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра обороны Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Иванов, помимо прочего, отвечал за часть строительных работ в Мариуполе. И лично мы очень сомневаемся, что причиной разгона Курятника стала коррупция. Конечно, и ФСБшники, и Путин про воровство и Дерибан знали и ранее. А может, даже и сами были в доле. Просто сейчас выгодно было разыграть карту, где честный царь борется с вороватыми генералами. Что, собственно, и было сделано. Здесь же важно в Минобороне навести порядок после Тимура Иванова, то, что вскрылось, в коррупционной сфере максимально уменьшить уровень коррупции. А вот о реальных причинах перестановок остается лишь догадываться. Но, как говорится, счет на табло. Две топовые фигуры российской политики показательно пошли на понижение. Причем, в случае с серым кардиналом Патрушевым, дошло до смешного. Без преувеличения одного из самых влиятельных людей России Путин назначил ответственным за кораблестроение. Близкие к Кремлю признаются, что были ошарашены, узнав об отставке Патрушева. Но еще больше выпали после того, как тот стал помощником Путина по вопросам кораблестроения. То, что подобная должность — это не уровень кровавой гибни, вряд ли стоит лишний раз напоминать. А еще нельзя не отметить зачистку силового блока от людей Патрушева и Шойгу. В отставку уходят даже такие пешки, как генерал Коношенко, вставший за два года героем мемов и дипфейков. А конкретно были уничтожены пять американских систем противовоздушной обороны «Патриот», а также... Я не могу это читать. Ну какие пять «Патриотов»? У них же даже нету столько. Совсем народ за идиотов держит. То есть в кои-то веки происходит не перестановка кроватей, а реальная замена девочек в кремлевском борделе. И чем это обернется для Украины и мира, покажет время. Ну а пока можно смело говорить, что ушла целая эпоха. Все-таки 11 лет Шойгу в кресле министра обороны — это серьезный срок. Особенно как для человека, никогда не служившего в армии. Что никогда не мешало Шойгу, скажем, на максимально сложных щах принимать парады на Красной площади. Здравствуйте, товарищи! Здравия, товарищи, товарищи, министр обороны! Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу завершил объезд в войск. Вообще парады можно смело назвать главным достижением Кужугетовича на должности министра обороны. Ну если не считать еще танковый биатлон. Собственно поэтому армия, которая языком пропагандистов была одной из сильнейших в мире. Мы великая страна, мы великая держава, и у нас будут мощные вооруженные силы. Мы неуязвимы с точки зрения горячей войны. На деле в 22-м году оказалось именно парадной. Прозрение глубинного народа после череды поражений было очень болезненным. И лично Шойгу нажил себе серьезных врагов. Никто же не забыл эпичные разборки всего год назад. А у Шойгу что творится? У Шойгу зять ходит, булками трясет, ну имеется в виду ягодицами, да? А дочка открывает форты кронштадтские. Ты заработала на эти форты? Ты свои деньги тратишь на эти форты? Да и боеприпасы, б***ь, потратить. Вместо того, чтобы воевать, у нас все время, б***ь, крутятся интриги. У нас министерство интриг вместо министерства обороны. Поэтому у нас армия бежит. То есть мечта Пригожина в итоге сбылась. Вот только лысый Вагнеровец насладиться падением фанерного маршала уже не сможет. Чего не скажешь о рядовых россиянах и даже карманных пропагандистах. Мы очень внимательно смотрели эфиры после отставки Шойгу и сразу бросилась в глаза смены риторики. В нашей Минобороны очень много солдафонства и мало управления. То есть вот много бюрократии, администрирования и мало делового подхода. Куда ни включи, везде нахваливали нового министра обороны. Кричали, что вот теперь-то армия наконец-то будет сильной и боеспособной. Главное, что наша армия будет боеспособной на всех линиях фронта. Везде, где бы они ни были, она будет боеспособной. Вот в этом я не сомневаюсь. То есть, получается, при Шойгу она таковой не была, да? Интересно, а почему пропагандисты еще на прошлой неделе о таком молчали? Но таковы реалии современной России. Еще вчера ты друг царя, в сторону которого даже посмотреть неправильно страшно. А сегодня над тобой глумятся даже шестерки шестерок. Когда обычно оценивают деятельность Сергея Шойгу, то говорят о том, что да, что он был очень хороший министр мирной армии, но сейчас у нас время военное. И может быть, как бы на носу даже война с самим НАТО. Того гляди, Кужегетович по запоям Медведева обгонит. И в этом свете лично мы очень рекомендовали бы Алине Любу не хвататься за второсортные московские бункеры. А так сказать, возвращаться к истокам. Тем более за поребриком место, где Шойгу будут ценить всегда. Верного, сильного сына кубам подарила Россия. Гордость народа, опора мира. Герой России. Министр обороны российской федерации Сергей Кужегетович Шойгу. Да-да, вы все верно поняли. В ТВ, а это один из самых бедных регионов России, сформировался настоящий культ личности Кужегетовича. Да о чем говорить, если чуть ли не все аборигены, включая местных депутатов или кандидатов в депутаты, мечтают быть похожими на Шойгу. Молодой местный политик Буян Ситкил. Он выдвигается в Госдуму, как надеется, от единой России. Здесь родился человек, который рождается в масштабе личности, в планетарном масштабе. То есть у тебя в регионе нищета и разруха. Но будущие депутаты вместо решения проблем людей соревнуются в том, кто лучше бывшего министра обороны оближет. И сейчас вот мы вам покажем контент, от которого непонятно смеяться или плакать. Мы когда посмотрели, то тоже подобно Америке дрожали. Вообще сложно поверить, что это не скетч-шоу и не пранк, а реально происходит в 21 веке. У вас сегодня особенный день. День вашего рождения. Я уверен в том, что в сегодняшний день многие матери Тувы начали с окропления земли белым молоком. И еще раз важный момент. Подобное лизоблюдство еще можно было бы объяснить, если бы Шойгу, подобно Януковичу в свое время, заваливал регион бюджетными деньгами. Но нет, ничего подобного нет и близко. Вот почему в современной Туве проблемы со всем. Логистикой, уровнем жизни и, конечно, работой. За последние 10 лет из Тувы бежало фактически в поисках работы, в поисках нормальных условий для проживания более 40 тысяч человек. Да о чем вообще говорить, если в родном регионе топового силовика и долгое время второго человека страны самым надежным способом заработка денег стал наркотрафик. Республика Тува давно признана основным поставщиком наркотиков растительного происхождения. Причем в последнем задействованы, если не все, то почти все. Начиная от детей и заканчивая чиновниками. Пресечена деятельность членов преступной группы, организовавших канал сбыта наркотических средств. Известно, что один из них является сыном высокопоставленного чиновника органов власти Республики Тува. То есть такой, знаете, типичный русский мир, где барин с многочисленных бигбордов и муралов томно наблюдает за нищими холопами. Тува уже не первый год становится самым бедным регионом России. За чертой бедности в Туве живет 35% граждан. А это их соседи, родные и другие знакомые, которые не изживут, а выживают. Причем денег на изменение ситуации к лучшему в Туве нет даже не годами, а десятилетиями. Благо, на музеях имени Шойгу такая экономика не сказывается. Да-да, вы все верно поняли. Еще при жизни Кужугетовича верные холопы открыли хреновую тучу музеев его имени. Тува родина героя России. В городе Чадан, где жила семья Шойгу, даже есть дом-музей. Не обходится без экс-министра обороны и в местных библиотеках. Пока по телеку пропагандисты катаются по ушам глубинного народа, якобы переписыванием истории в Украине, в Славной ТВ учит молодежь по книгам, где фанерный маршал, который, напомним, не служил в армии, подается чуть ли не как герой Былин. Путин — это Чингисхан, а Шойгу — это Субидей. Но они сейчас хорошие, спасают мир. От такой важной шишки не стыдно и поклоны бить. Сейчас вот директор библиотеки уровень покажет. Тувинцы склонились перед эпосом, а Шойгу — с темно-рыжим скакуном. Теперь вы понимаете, куда нужно возвращаться Шойгу, чтобы после увольнения депрессия не накрыла. Был министром обороны, а мог бы стать губернатором ТВ, так чтобы идти по разбитым улицам и собой любимым наслаждаться. Того гляди дороги по любимым маршрутам божества в кои-то веки бы починили. В целом из беседы с жителями районов складывается впечатление, что жизнь в ТВ не сахар. В большинстве населенных пунктов царит безнадега, перспектив нет никаких. Ну а если говорить серьезно, то в России ничего не изменится, пока большая часть глубинного народа не избавится от рабского менталитета, который у них кажется в крови. То есть вместо того, чтобы налаживать свой быт и свою жизнь, отстаивать собственные права, десятки тысяч людей годами соревнуются, чтобы в глазах божества казаться самым верным холопом. Вот только подобное соревнование не дает ничего, кроме новой череды унижений. Шойгу-то, наверное, хомячков плевать. Вот почему целые поколения в ТВ рождаются и умирают в нищете. А мужчинам приходится выбирать. Либо наркотрафик и тюрьма, либо СВО и кладбище. Вот это, наверное, и есть та самая стабильность, которой так гордятся россияне. Ну что ж, каждый живет так, как того заслуживает. И в этом свете нельзя не отметить, как же сильно, в том числе и сбитым вертолетчикам типа Шойгу, повезло с народом. Ведь только в этой чудесной стране, чем больше презрения и унижений, тем сильнее народная любовь.